всем привет сегодня 20 января выхожу на очередной этап камина 15 минут 9 еще темно никогда еще не выходим так поздно видно меня не видно вот такой вот это вот знаменитый мост утром рано на котором проходил знаменитый рыцарский турнир в путь еще двух километров не прошел уже какое-то седление есть и впереди виден небольшой приговор как раз нормально чтобы согреться потому что температура минус 1 может минус 2 лужи все замерзшие по поводу вчера очень понравилось что людей вообще пути не встречал во всем альберги который единственный был открыт на несколько километров нас всего пилигримов 8 человек было в комнате 4 я вышел сегодня самый последний корейца уже обогнал еще со мной в комнате были кстати гриб 2 километра немец и болгарин который по-русски умеет разговаривать у тех в обоих за ключами по 4 камина и так пока планы до осторги меньше двадцати километров а там будет видно ну и вот прохожу это селение вирсд орбига пробегает и шрика на ее что-то не видел пока три километра очень быстро минули вот наконец-то пошли интересные пейзажи не вдоль трассы вчера кстати с немцем и болгарином так хорошо посидели мину пилигрима 10 евро пообщались где-то часик преодолел небольшой подъем но очень существенный еще какое-то середине обогнал еще одну кореянку что-то я обгоняю корейцы кореянку впереди остались одни европейцы с нашего очередной небольшой поселочек сантибанес де вальде и глессиас как-то вот так вот надо какое-то и глессиас такое достаточно серьезное раз они так гордятся им чтобы название города включили сейчас посмотрим раз углом по моему это важное сооружение с антибанес и вот она уважительно но и глессия казалось достаточно современная 1987 год но тоже когда привык там 12 век на максимум 16 тут 1987 тоже достижение такая вот прикольная площадочка для отдыха мужичок такой что не очень прикриво похож тоже из наших крест но после 7 километров пуслан равновато отдыхать еще даже разойтись не успел преодолен очередной подъем он такой плавный плавный и вот там вдали за с торгой видно холмики покрытые снегом дня через два буду там это что-то новенькое и для зимы очень неожиданно такой выездной павильон ну павильон стационарный но торговля ли что это вы знают написано 6 километров до в восторге осталось такое специально оборудованное для отдыха пилигримов место может быть даже для зимы нормальное может это то место где можно отдохнуть а 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 хорошо посидел в этом славном месте пообщался с его основателем хозяином он живет здесь круглый год очень интересно идем дальше такой вот крест недалеко километров пяти от осторги и он где-то там вдали сам городок небольшое селение перед осторгой вот такой вот памятник путнику уставшему наверно не зимой идет потому что водички захотел и перед осторгой перед вот этим селе много зон отдыха где пельгрии может отдохнуть а называется это место сан хусто дэла вега читал на на табличке такая вот церковь в таком странном стиле санта хусто и пастор всяком должно быть место ну и вот после 17 километров пути подошел к этой осторге смотрю в город и буду решать я все-таки склоняюсь еще пройти километров 10 на ближайший официальный альберг открытый 20 Иглесия Иглесия де перпитуа сокора мало того что 3000 и на службу попало идем дальше по осторге площадь Сан-Бартоломе отель и вот собственно почему наверно площадь так называется Паракия де Сан-Бартоломе перед моими глазами большая площадь называлась Бартоломе я надеюсь святой Бартоломе простит безграмотного паломника а это здание на площади Испании очень красивое вот такой городок немаленький красивый это уже более современная площадь деревья там такие как везде в Испании ну и такой вот памятник лев наверно победил орла надо будет почитать вход в кафедральный собор осторге сейчас мы его с другой стороны заснимем закрыт ну и собственно кафедральный собор осторге целиком ну такой громадный не в Испании если кафедральный собор то где-то ну очень кафедральный в местном магазинчике скупился на 6,88 в местном это в восторге еще три нарезки две маленькие баночки пива большой паталант печенья и багет живу теперь красиво оформленное здание в наших каминовских тонах не знаю что это такое но что-то важное для каминовцев я принял важное решение пройти еще сколько-то ну как минимум десяточку стыдно меньше 20 в день проходить на выходе из восторге вот такая небольшая часовенька ermita de lese homo кран с водой не знаю работает или нет я свою еще не пью в общем решил я возле этой часовенки сделать перерыв сделано еще десять километров в сумме почти двадцать один то даже двадцать один с чем-то ну вот мои вещи сейчас еще разуюсь несмотря на зиму и покушаю хорошо покушал возле часовни и пошел дальше через два километра через два километра зашел какое-то селение марио с дежречевалом что-то такое и вспомнил что этап этот не такой простой первая половина вроде равнинная потом хороший хороший подъем так что надо искать альберги где-то километров через пять-семь подъемы можно и завтра вон там где-то вдали осталась Асторга вон в башенке катедраля хорошо видно но но Руслана в другую сторону и такое впечатление он уже наверное четыре с половиной прошел после Асторги ну больше чуть все время так плавненько-плавненько в гору ну не после Асторги после Эрмиты где я отдыхал плюс заряд батареи на Гоу-Кро немножечко садиться очередное оселение через шесть с половиной километров после моего последнего привала Санта Каталина де Самоса в альберге есть не уверен что оба открыты но мне нужен с вайфаем если нет приду дальше так за шесть евриков поселился в такой альберке это я во внутренней стороне двора вот мое мой номер написано что десять кроваток но я всего лишь один возможно так оно и будет прохладно прохладно кстати очень но у меня и спальник что я